Центральный районный суд продлил меру пресечения Евгению Стюрину, насмерть сбившему женщину в Металлургическом районе. Он пробудет в СИЗО еще два месяца. Сам подсудимый этим решением недоволен и теперь адвокаты будут обжаловать его в Челябинском областном суде. Напомним, в Металлургическом районе 55-летняя женщина погибла после того, как на высокой скорости ее сбил водитель Ниссана. На съемке видно, как дама идет по правилам через пешеходный переход и на скорости под сотню ее сбивает внедорожник. Мужчина даже не остановился, а потом скрылся с места ДТП. Позже он вернулся и дал показания сотрудникам ГАИ. Сказал, что не уезжал, а ездил разворачиваться. Полиция зафиксировала, что виновник аварии был пьян. Согласно акту медицинского освидетельствования, факт состояния алкогольного опьянения подтвержден. По данному факту, следствием управления ВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами А, Б, части 4, статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вину мужчина признал и принес свои извинения и даже заявил, что готов заплатить родным сбитой им женщины 100 тысяч рублей. Но в ходе судебного заседания выяснилось, ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности, а также уже был лишен водительских прав за отказ в прохождении теста на алкогольное опьянение. Ранее он привлекался к административной ответственности, в том числе ранее на него составлялся протокол по 12.26 УАП РФ, в соответствии с которым было решение о лишении его права управления транспортным средством. В этот раз мужчине вменяют уголовную статью, по ней ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Пока идет следствие, он взят под стражу.